представьтесь пожалуйста и улев игорь иванович военный историк игорь иванович до сих пор цифра страшных потерь во второй мировой войне со стороны ссср стороны наших людей является под вопросом несмотря на то что официальная статистика данный давно обнародно 20 миллионов но все на самом деле гораздо сложнее скажите сколько мы потеряли людей в этой страшной войне давайте разделим два понятия убыль население с за период сорок первого сорок пятый год и потери от факторов в уголь населения общего вы гражданского сведения военнослужащих составил 52 миллиона 813 тысяч сюда входит естественно и потери по очевидным причинам возраст болезни случайности вся короба а также потери от фактора войны потеряли почти 42 из них примерно 19 с половиной тела 20 миллионов это потери военнослужащих убитыми пропавших без вести умершими от ранее а остальные почти 22 миллиона человек это потеря гражданское население связано с факторами войны что значит фактор войны для гражданского населения свыше шести миллионов человек немцы уничтожили на своей оккупированной территории наших гражданских лиц эти цифры появились из акта расследования злодеяния немецко-фашистских захватчиков плюсом сюда идут почти 700 тысяч человек погибших от голода и решений в блокаде ленинграда часть народа 20 миллионов человек погибли на называемой немецкой каторгой ну мы должны понимать о чем мы говорим каторгой можно было назвать весьма условно не для всех условий труда были каторжными и более того огромное количество народу из пяти миллионов шестисот тысяч человек уехавших германии уехали туда добровольно набираясь через биржи труда организованы немцами на повесе от 22 мы отнимем 6,7 миллиона человек которых по акту чгк свыше двух миллионов кто германии мы получаем 13 умерших от всех факторов воздействия военного времени и на территории боевых действий то есть на оккупированной территории и также в нашем тылу от естественного снижения уровня жизни отсутствие или резкого снижения качества медицинской помощи голода недостач имею ввиду калории питательных отсутствие возможности зарабатывать и так далее так далее соответственно 13 миллионов человек они касаются не только поскольку ухудшение условий проживания также является одним из скажите ведь настоящие цифры потерь были известны по некоторым данным еще во времена советского союза при подсчете почему же и тогда и до сих пор эти факты не принимаются в расчет не обнаруживается в чем причина причина очень просто одна из диска и другая финансово пропагандистская заключается в том что мы никому не будет интересно и ловко комфортно состояние и не власть говорить о том сколько же на самом деле был утрачен финансов состоит в том что всем утраченным так или иначе действует пропавший без и погибших так иначе семью надо платить пенсии не всяк человек добивался пенсии даже при всем том что существовала система вполне реализуемо даже простыми людьми и когда они писали заявление военкомат мой какой-то какой-то муж кормилец не вернулся соответственно прошу вылить документ на основании этого документа без вас есть он он не учтен по донесению войсковой части и утрачен ими человеку посылался документ пропал без вести на основании документа родственники могли рассчитывать получение пенсии если они были трудоспособным возрасте то пенсия не получают согласно действующим это понятно потому что если человек силе может зарабатывать на труд понятно что он может заработать даже не смотря на то что жилось трудно иждивенцам скажем отцу матери немощной или если дети иждивенцам вот детям за потерянных кормильцев естественно а если она одна способная она могла получить отказ начисление пенсии это вполне естественно везде так принято значит что касается военнослужащих их численности названных потерях она раскладывается тоже достаточно конкретно у нас пропавших без вести подчеркнуть пропавшими без вести по донесению войсковой части и по донесению в военкоматах численность достигает примерно 12 и 80 миллионов человек здесь эти 12 вкладывается еще около миллиона 700 тысяч которые не в те донесения и другие донесения военкомат не попали по разным например на человека родственники военкомат не заявили по той простой причине что жизненные обстоятельства либо скажем обиды какая-то либо еще масса обстоятельств у каждого свои общая численность не учтенных людей в документах достигает примерно миллиона 700 тысяч то есть мы имеем 12 и 7 12 и 80 миллионов человек пропавшим без вести из 19 и около семи семи с половиной имеем учтенными по донесениям а также военкоматов не секрет что часть извещений попадала минуя военкомата прямо все которые становились уникальными тогда когда например войсковая часть погибла или погибли и и делу проезд войсковая часть донесения в деревне правила военкомат не имеет никакого документа и извещения из части которую успели выслать становился единственным ульками то есть вот еще один класс на основе которых а у них скажите пожалуйста 42 миллиона огромная цифра население полноценного европейского государства на чем строятся ваши исследования где вы почерпнули базу для установления реальных цифр по военнослужащим я работал почти 10 лет собирая скрупулезную информацию в центральном архиве министерства обороны начиная с самых низово заканчивая самым верхним инстанциям военным руководством то есть наркомат обороны генеральный штаб а также управление им причинено в первую очередь главным управлением формирование и комплектование войск по общей области населения сведения подчеркнуты из рассекреченных 8 2006 года документов центральностатистического управления госплана с я был четвертым исследователем который вообще брал после рассекречивания эти документы работал и удалось исследовать документы с 39 по 46 год в них абсолютно прозрачно абсолютно четко ясно недвусмысленно черпается та картина которая сказал у нас гражданского населения на 22 июня 41 года было 199 миллионов 920 тысяч 100 человек плюс армия кадровая до начала его развертывания 5 миллионов 100 тысяч речь идет о вооруженных силах то есть это кадровая армия наркомат обороны флот наркомат военно-морского флота и войска мата внутренних дел вот мы имеем 5 миллионов 100 тысяч две категории гражданские лица и военнослужащие на 1 июля 45 года имеется численность военнослужащих 12 миллионов 839 тысяч имеется численность перемещенных лиц это новая категория эта категория которая не попадала под разряд гражданских лиц которых учитывал госплан и под разряд военнослужащих высшие военнопленные люди работают германии и люди возвращающиеся из эвакуации они находились либо в местах литрации либо проверочных фильтрационных лагерях и запасных и 151 миллион с копейками это гражданское население по документам госплана подчеркнуть на 1 июля 45 берем калькулятор считаем особенно если учесть что у нас родилось за войну 17 миллионов 620 тысяч детей умерло 5 миллионов 760 с учетом баланса мы выходим на углы населения включая гражданских служащих 52 миллиона 813 из них вычитывая естественно смертность 10 800 мы получаем почти 42 миллиона наших граждан потерян какие выводы из выше приведенных цифр можно сделать народ легкость победа стоила большой крови воевали мы против всей европы а не только против германии когда нам говорят что мы завалили трупами это верно только отчество почему а по той простой причине что навалилась германия до против нас воевала в основном германия дальше перечисляем можно перечислить итальянцев венгров лаваков так далее так далее я специально посчитал все государства оказывается не воевали против нас вот три греки португальцы ирландия все остальные так и иначе принимали участие в контингентах личного состава немецко-фашистских войск но мы не забываем еще одну простую а экономика а экономика была подключена всех оккупированных государств или государств находящихся под протекторатом германии вы представляете объем экономики все объединенные европы и объем экономики всего советского союза как можно было противостоять этой военно-экономической машине кроме как не чрезмерно чрезвычайным напряжением всех силы нас бы удавили и уничтожили под корень и сомнений и иллюзий в этом смысле питать не нужно достаточно посмотреть на те рвы которыми которые были забиты погибшими людьми хоть в лагерях военнопленных хоть концентрационных лагерях хоть в тех местах принудительно содержания нашей территории чем не только немцами тоже количество лагерей интернированных лиц находилась на территории нынешней нашей карелии которая была заменит арфина об этом тоже не следует и если бы не такое чрезвычайное напряжение сил мы бы не только как государство здесь нужно совершенно четко осознавать мы погибли бы как этнос как народ без всяких сомнений